Всем привет! Сегодня у нас в гостях менеджер по развитию бизнеса в Одноклассниках, Андрей Карпов. Это я. Привет! И перед тем как начать, немного о том, как создавалось это интервью. В середине мая мы спросили у наших подписчиков в телеграм-канале, какие вопросы применительно к одноклассникам их интересуют. В итоге мы получили около 100 вопросов за неделю и отобрали из них самые лучшие. И сейчас я задам их Андрею. Кстати, нас можно не только смотреть, но и слушать. Ссылка на подкаст в описании. Давай попробуем развенчать миф о том, что одноклассники это для бабушек и дедушек. Скажи, кто сейчас главная аудитория соцсети и есть ли там люди из Москвы? Сейчас, если смотреть на такой срез, то это люди в возрасте от 35 до 50-55. То есть это самая покупательски способная аудитория, люди, у которых есть дети. У нас даже есть такой сегмент молодые бабушки. Ну, то есть те, кто стали бабушками и дедушками в 40-45. Нет, в 45-50. И у них уже есть внуки, и они причем принимают самое активное участие. Что касается регионов, то на первом месте это Москва и Московская область. Ну, здесь физически больше всего находятся людей со всей нашей страны. На втором месте у нас идет Краснодарский край, потом Урал, и это исторически так было. Поэтому если, ну, там, самый популярный миф, один из самых популярных мифов, что одноклассники — это люди из какой-нибудь глубинки сел и деревень, то это не так. Это люди, которые живут в крупных городах, в самых крупных регионах нашей страны. Ты говоришь, что до 55. А где тогда искать бабушки и дедушек? Они тоже у нас есть, но это не основная часть аудитории. То есть, безусловно, у нас есть бабушки. Если вы продаете какое-то там средство, которое нужно людям за 70, то их можно найти у нас. На самом деле это очень поразительно, потому что, когда мы исследовали аудиторию, мы реально находили женщин в возрасте, и мужчин в том числе, в возрасте 70 лет, которые платят в одноклассниках, ну, то есть покупают какие-то валюты местные у нашей ОКИ, они активно что-то потребляют, смотрят контент, играют в игры. Поэтому такая история, что после 60 жизней нет. Это не так. Люди активно потребляют. Поэтому если вам нужна эта аудитория, она есть в одноклассниках. Но, опять же, основной костяк — это люди 35-55. — Слушай, а какие темы обычно обсуждают в одноклассниках, и каким контентом делятся там? — Ну, надо здесь понимать, как вообще начинались одноклассники. Такой хороший пример. Одноклассникам в этом году 14 лет. Они чуть старше, чем ВКонтакте. Так вот, например, ВК. Они начинались как такая студенческая соцсеть. Если ты помнишь, лет 10 назад было очень много групп и сообществ про, не знаю, группы тех, кого зовут Игорь или тех, кто живет на улице Ленина. Одноклассники начинались вообще совершенно иначе. Туда люди добавляли друзья только тех, кого они реально знали. Это родственников, друзей, сослуживцев, с кем они учились. И основной паттерн поведения пользователей внутри ОКОВ — это именно близкие люди. нет случайных, ну, как правило, нет случайных или там незнакомых людей в друзьях у пользователей ОКОВ. Например, ВКонтакте у меня до сих пор там есть человек 100, которые вообще не знаю и не понимаю, как они оказались у меня в друзьях за эти там 10 лет, что у меня есть страница. В одноклассниках такое представить практически невозможно. Из этого, собственно, исходит то, как пользователи ведут себя в соцсети. Они выкладывают довольно личный контент. Очень много семьи, очень много детей, там, животных, путешествий, то, как выглядит их дом. Они действительно очень много пишут о каких-то семейных традиционных ценностях и активно это культивируют. Имея в виду все это, для какой ниши одноклассники подходят для рекламы, а для какой не подходят совсем? Слушай, ну, вообще, мне кажется, что практически для любой ниши любой бизнес может найти аудиторию одноклассников. Ну, то есть я бы, скорее всего, сказал, что, наверное, в ОКОВ не очень хорошо зайдет какая-нибудь супер-узская B2B-история. И там были, кстати, вот вопросы, когда спрашивали, можно ли продвигаться копирайтеру или маркетологу. Вот такое, такие типы бизнеса, наверное, зайдут не очень хорошо в ОКОВ, но все остальное вполне себе. А по каким интересам реально найти клиента? Ну, исходя из аудитории 35-55, когда это основной костяк, разумеется, продать какие-то супермолодежные вещи, наверное, будет тяжеловато. Хотя у нас, например, очень хорошо заходит история с репетиторством, потому что репетиторство можно продать мамам, у которых есть дети, которые заботятся о будущих своих детей. Поэтому, если что-то нужно даже продать такое, можно заходить через родителей или через условных дядь-тетей и родственников. Что еще? Жилье супер вообще взлетает. Автомобили. Все, что связано с домом, все, что связано с дачей и садовыми делами, потому что есть аудитория 50+, которым это сильно близко. Поэтому, мне кажется, что вообще все. Какая средняя стоимость подписчика или до клиента в Одноклассниках примерно? Ну, если говорить о среднем, то стоимость подписчика, ну, depends of, конечно же, потому что зависит от типа бизнеса, но где-то вот по больнице, если взять, то это в районе 4-5 рублей за подписчика. Вполне себе. Это если взять вообще всех. Люди, на самом деле, очень активно подписываются. Если вы заинтересуете их в Одноклассники каким-то контентом, очень часто, знаешь, запускают рекламу и запускают ее таким образом, что типа приходите, покупайте. Но на самом деле люди очень часто боятся купить сразу. Поэтому люди сначала немножко смотрят. Поэтому если вы зарекомендуете себя как бизнес, который имеет определенную ценность, определенные знания с таким образовательным контентом, то это будет работать лучше. То есть привлекаете к себе тем, что у вас есть ценность знания, и люди обязательно за этим потянутся. Ну, типа, не знаю, знания, как вот вы умеете классно ремонтировать автомобили. Не показываете там, не знаю, автосервис с вывеской, а покажите, как вы в этом копаетесь и что вы делаете. У нас есть такой канал непосредственно у нас в Одноклассниках, где дядька, он, значит, вытачивает ножи. И там табун и вообще мужиков, которые просто пырят в это все и смотрят. Им безумно интересен процесс, как это происходит. И потом они, соответственно, конвертируются в покупателей. Поэтому это тоже работает. То есть прямые продажи в лоб, ну, они для каких-то сегментов работают, но если что-то специализированное, лучше продавать это через образовалку. Такую образовалку плюс развлечение. Я правильно понимаю, что это что-то вроде YouTube-канала, только в Одноклассниках? Да, да. Но у нас также есть видео, и его очень-очень много. И видео вообще это топ-контент. Его смотрят больше всего и посят больше всего, чем где бы то ни было. Ну, если не брать YouTube, конечно. То есть мы больше Instagram, мы больше ВКонтакте по количеству постов с видеозаписями. И люди очень любят видео. Поэтому видеоконтент классно заходит. Скажи, пожалуйста, можно ли скопировать рекламу из других соцсетей? И запустить ее в Одноклассниках? Нет, нельзя. То же самое можно сказать про контент. На одной из конф я сидел с коллегами из ВК и представителей Instagram. И, в общем, все мы втроем сошлись на том, что так делать нельзя. Неважно, какая это соцсеть. Это Одноклассники, ВКонтакте или Инстаграм, или Facebook, или TikTok. Это не работает, потому что везде разные принципы потребления контента. Люди по-разному чего-то ждут от контента. Если мы говорим про Одноклассники, как я уже говорил, это там больше какая-то семейная ценность, доброта. Шутки, но не... или мемасики, но не какие-то узкие, которые, например, классно зайдут в паблики ВКонтакте. Вот. А здесь такие более широкие темы, они лучше заходят. Поэтому контент всегда нужно адаптировать. Просто всегда. Оно не будет работать. Опять же, общался с кучей бизнесменов, которые приходили и говорили, блин, у нас ничего не выходит в Одноклассниках, три подписчика, не знаем, что делать. Начинаем разбирать, они просто постят контент из Инстаграма в ВОК, и он вообще не работает. Ни текста, ни картинки, потому что люди совершенно другого ожидают. Угу. Тогда скажи, в чем главное отличие аудитории ВКонтакте от аудитории в Одноклассниках? Ну, вот как я уже сказал, что ВК начиналась как такая соцсетка для поиска единомышленников. То есть там ты дружишься, добавляешь друзья людей, которыми тебе там близкие какие-то темы, то в Одноклассниках это больше история про семью, именно каких-то близких, родственных, связей. Ну, тоже есть как бы интерес определенный, если вы на какой-то теме где-нибудь познакомились. Поэтому, когда вы, ну, когда бизнес думает о том, какой контент разместить, нужно думать, чтобы этот контент нативно смотрелся в ленте новостей. Ну, когда это основная точка входа в любой соцсетке. Инстаграм, ВК, ВОК, Фейсбук. Так вот, здесь надо смотреть, чтобы этот контент не смотрелся рекламой, не смотрелся чужеродно. Поэтому, да, там нужно больше напирать именно на какую-то доброту, на какую-то вот неформальность. То есть если Инстаграм, если у тебя какая-то там замыленная фотография, тебе не поставят лайки. В Одноклассниках, поскольку, ну, люди имеют меньший, скажем так, порог входа к красоте, но это не значит, что туда нужно выкладывать трэш-контент, но вот эти вылизанные фотографии ВОК работать не будут. У нас есть замечательный кейс, ребята из Краснодара, они устанавливают двери и окна. И они запускали несколько рекламных кампаний и тестировали, какие работают лучше. И вот кампания, в которой, значит, были фотки, прям снятые установщиками этих дверей, просто на какой-то фотик, где-то горизонт завален, где-то что-то замыленное, но они отражают реальное положение вещей, типа, как выглядит дверь дома, там, не знаю, в частном доме. Они работают сильно лучше. Потом они запустили рекламную кампанию, где все отфотошопили, значит, красиво сняли двери на складе, сверху налепили акции, и оно начало смотреться как реклама, и CTR резко упал. То есть люди именно смотрят за тем, чтобы это было супернативно, чтобы они смогли это примерить к себе. Поэтому рекламный вот такой, типа, акшери-контент, оно такое не очень работает. Смотри, давай попробуем дать рекламодателям некую вторую шпаргалку. Допустим, я размещаю рекламу, и что, скорее всего, наверху будет в ленте, и что будет внизу под моей рекламой? Ну, если мы разбираем какой-нибудь рекламный пост, то текст. Первое, нужно отказаться от штампов. Удивительно, но какое-то бешеное количество маркетологов и СММщиков до сих пор мыслят штампами, типа, мы самые лучшие, мы там работаем быстрее всех и так далее. Ну, то есть делают какие-то такие очень странные фразы. Нужно четко писать, чем вы можете помочь пользователю. Реклама в соцсетях позволяет таргетировать на супер-русские сегменты. Попытаться для начала понять, какие боли есть у пользователя. Если вот, ну, пример, который был две минуты назад про этих установщиков дверей, они просто подумали, какие есть вопросы у пользователя, который хочет заказать установку дверей. Там, типа, на косячи мы справим, вынесем мусор, дадим гарантию от завода. И они просто составили такой пост, где есть ответы сразу на все вопросы. И тебе единственное, что остается сделать, это просто заказать. Поэтому в тексте нужно сразу пытаться ответить на все эти вопросы. Не продавать себя, а, типа, как я могу помочь тебе прямо сейчас. Что касается, там, картинок и видео, то, как я уже сказал, это более нативный контент. Если вы, там, таргетируетесь на женщин лет сорока, не имеет смысла показывать им пальму-де-майорку у красивых, там, двадцатилетних девушек, которые, в общем, вызовут какое-то непонимание. Нужно говорить с пользователем на том языке, на котором он привык говорить, теми ценностями, которые у него есть. Вот. Это так, в общем. Ну, вот какой-то прям пошаговый рецепт, как сделать классную картинку в одноклассниках. Ну, сделать ее нативной, сделать ее понятной для той аудитории, которой вы что-то продаете. Как правильно подбирать креативы для одноклассников и где это делать? Фотографировать самостоятельно обязательно. Не использовать фотобанки, поиск в гугле для того, чтобы найти какую-то картинку. Все это еще не будет работать. Фотографируем самостоятельно. Просто берешь и там делаешь фотку. Да, она будет, может быть, не очень качественной. Можно сверху положить фильтры, и будет все работать просто отлично. Второй момент, что здесь можно еще посоветовать. Снимать видосы. Не обязательно заказывать какую-нибудь дорогую студию мошен-дизайна. Можно просто купить на Алике такой держатель для камеры, который не будет трястись. Вот. Он стоит, там, не знаю, две тысячи рублей. И снимать самостоятельно, и монтировать тоже. Это сейчас делается в два счета в любом приложении. Показывать, как это выглядит в жизни. И, собственно, не пытаться казаться, а продавать то, что есть у вас сейчас. Вот еще, кстати, один очень интересный кейс. Очень многие бизнесы почему-то стесняются такой истории, что у них, например, контент эконом-класса. Ну, это, я не знаю, или услуги эконом-класса. И они пытаются ее завернуть в какую-нибудь лакшери-историю. Возможно, в других соцсетях это работает, но в одноклассниках я бы советовал так не делать и продавать то, что есть у тебя непосредственно сейчас. Тоже есть кейс, там, значит, под Барнаулом есть гостевой дом. И вот они сначала тоже заворачивали это все в лакшери-историю, делали красивые фоточки, там, елочки, снежок, вот это все. И продажи были, ну, там, не очень удовлетворительные. Дальше они... А этот гостевой дом, ну, был прям реальный эконом-класса. Там, типа, пластиковые есть стулья, там, значит, столыки деревянные на завтраке. Все это выглядит, ну, так, ну, честно скажем, эконом. Они просто это показали, и к ним пришел табун людей, которым и нужен был эконом. То есть они увидели, что да, на фотографии это выглядит по моим деньгам, они тут же начали писать, типа, сколько это стоит. Ну, столько, отлично. Поэтому не стоит это все пытаться заворачивать. На что лучше делать акцент в рекламе? На помощь. Ну, то есть как вы можете помочь конкретному пользователю. Вот что в текущий момент вы можете, как его можете улучшить. Вот, потому что пользователь, когда листает ленту новостей, он смотрит контент. И если вы будете ему расписывать, какие вы офигительные, сколько у вас грамот, ну, но это не работает. Не знаю, применительно ок точно. Типа, чем вы можете помочь? Жилье, значит, там, у нас есть детская площадка, где ваши дети могут играть безопасно. Если это какие-то экопродукты, то это, да, может быть чуть дороже, но вы точно получаете гарантированную безопасность этих продуктов для вашей семьи. Что еще какие-то услуги, там, тоже на это нужно оперировать, что это безопасно, поможет вам сейчас. Очень, кстати, классно заходит какая-то медицинская тематика в плане каких-то косметических, косметологических операций. И услуг для женщин, потому что очень часто, например, женщины хотят быть красивыми, но они не знают, как к этому подойти, откуда начать, с какой стороны. Поэтому здесь можно также выступать и экспертам, и сказать, мы там, вот вам поможем, вот куча примеров, вот реальные отзывы, вот смотрите, хотите, сделаем так же. Скажи, а что цепляет аудиторию 40+, в баннерах, слоганах, объявлениях? Ну, здесь зависит от, как я уже сказал, какая-то польза, ну, не быть рекламными и что еще может быть? Ну, такого прям какой-то инсайтик найти. Ну, на самом деле цепляет какая-то вот жизненная история. То есть, если вы условно таргетируетесь на жителей какого-то крупного города 45+, надо понимать, какие у них проблемы и какой у них образ жизни. Если вы таргетируетесь на, ну, там, жителей маленького города или какой-нибудь области, надо понимать, что там нужно что-то, какие-то другие акценты. Потому что наша страна безумно огромная. Я один раз летал из Москвы в Нью-Йорк, я летел там 7 часов и прилетел на другой континент. А помню, я летал в Владивосток и снова 7 часов летел и прилетел снова в Россию. Это просто взрыв мозга. 7 часов подо мной была вся наша огромная страна. И нужно всегда помнить про то, что вот вы сидите в крупном городе, там, Москва, Питер, Краснодар, а вот люди в регионах еще живут по-разному. Нужно пытаться понять эту аудиторию. Стоит ли вообще заморачиваться с креативом для этой аудитории или достаточно просто хорошие, нормальные фотографии продукта? Можно попытаться. Почему? Опять же, отлично продает личная история в ОКах. То есть одно дело, когда ты сфоткал продукт, там, какой-то товар или услугу, а другое дело, когда ты заворачиваешь это в какой-то стори-теллинг. Он работает везде и работает в том числе и в Одноклассниках. Поэтому если ты возьмешь и завернешь там какую-то историю личностного, там, не знаю, роста или историю, если ты завернешь, как вы помогли какой-то семье с ними, типа, героев, это начнет работать. Тоже вспоминается классный гейс. У нас есть такой репетитор, Артур его зовут. У него сумасшедшая популярность в ОКах, и Одноклассники являются главной площадкой для него, хотя он есть и в других соцсетках. И что он сделал? Он написал огромный пост, там, реально листа 3А4, где он написал свою историю. То есть я там выучился на математике, я пошел работать, там, не знаю, не помню, куда, на завод. Потом в какой-то момент я понял, что мое призвание – это помогать людям и помогать детям, учить их, значит, математике. И там длинная слезливая такая история, и там миллион просмотров у этого поста, миллион. Он там подогревал его рекламу, но там очень много нативочки. Там очень много пользователей, которые прибежали и такие написали, блин, класс, молодец, помогай детям, иди к своей мечте, там вот это все. И мы, как одноклассники на уровне умной ленты, начали этот пост вирусить. И там десятки тысяч комментариев, ну, серьезно, 10 тысяч комментариев у поста с личной историей. И он через это продает свои услуги, собственно, репетиторство по математике. И у него это отлично заходит. То есть через личную историю тоже можно продать очень много. Ты говоришь, мы, как одноклассники, через умную ленту. То есть вы помогаете этой умной ленте быть обучаемой? Мы ее обучаем, да. У нас есть огромная команда умной ленты, которая занимается ранжированием контента. Вообще умная лента в Одноклассниках существует давно. Мы ее включили на всех пользователей. Нас там никто не понимал на вилла за нее. Поэтому она используется для ранжирования контента практически, ну, в принципе, всегда. Поэтому есть такой небольшой лайфхак. Вы можете запустить рекламу. Это, я думаю, что везде. Но в Одноклассниках прямо это супер круто работает. Вы запускаете рекламу, у которой есть какие-то метки для того, чтобы пользователи поучаствовали. Например, прокомментируй, поставь класс, сделай репост, проголосуй в опросе. И мы на уровне умной ленты видим вот эту активность и начинаем туда заливать виральный бесплатный контент. Поэтому так можно действовать для того, чтобы получить больше охвата. Не только воспользоваться рекламой, но и получить кучу бесплатного. Это заставляет пользователей как-то вовлекаться и что-то делать. Здесь методов очень много. От каких-то розыгрышей и прочих историй до каких-то супер креативных моментов. Вот типа через стори-теллинг, но это сложно, конечно. Проще что-нибудь разыграть. Но так тоже можно нарастить себе подписчиков и получить кучу эффекта. Мы говорили с тобой про видео, контент, что в Одноклассниках его очень много и оно драйвит. Какая видеореклама интересна людям в Одноклассниках? Как ее правильно делать? Ну, какая-то стандартная телевизионная, наверное, не заходит. Потому что, ну опять же, надо понимать, что люди приходят в соцсеть для того, чтобы развлечься. Посмотреть контент, что выложили друзья или какие-нибудь видосики, сериальчики и так далее. Послушать музыку в конце концов. И когда они видят какой-то такой прям прямой в лоб рекламу, которая крутится обычно на телеке, она работает не всегда хорошо. Особенно если мы говорим про малый и средний бизнес. Вот он обычно грешит этими штампами из-за двухтысячных и еще девяностых. Снять ролик, видео, так это вот ролик про рекламу. Такой, чтобы прям махровая была. И здесь можно вставить какой-нибудь кусочек рекламы из Дагестана. Они продавали сумки, по-моему, это было в Дагестане. Там такая типичная реклама. Вот такого до сих пор снимают очень много. На самом деле, нужно забыть про это все. Видео, рекламное видео должно быть максимально понятным, простым. Не надо там как-то изворачиваться. Можно просто показать ваш продукт, чего вы делаете, как вы это делаете. Там поковыряться. Разобрать эту историю на составляющие. И сделать из этого такое образовательное развлечение. И это начнет работать. Но опять же, что здесь стоит посоветовать. Тоже очень многие забывают про длину и фигачат там 15-минутные ролики. Проще сделать сначала 30-секундный такой тизер. И видос прям в Одноклассниках можно через... У нас есть творческая студия. Ну, прям аналог, как есть и на YouTube. Для тех, кому это там более ближе. Там можно запихнуть такой баннер в конце. Там понравилось, смотри еще. И так можно, в общем-то, конвертить пользователей на длинный ролик. А не пытаться в них сразу вложить 15 минут. Поэтому делайте тизер, делайте большой. А потом на который можно перейти. Ну, это такие обычно довольно популярные распространенные совет. Но почему-то очень многие про это забывают. Еще какое должно быть видео. Ну, типа, понятные пользователи. Очень многие еще используют разные образы видео. И, например, используют образ семьи. И почему-то по телеку нам всем накапали в мозг, что семья — это двое детей. Там, значит, белозубая мама, белозубый папа. И все такие счастливые. Но на самом деле жизнь, она немножко другая. И есть семьи с мамой и бабушкой. Или там, два папы. Но сейчас это запрещено на уровне Конституции. Но я шучу, конечно. Я думаю, что просто один папа другого. Ну, возможно, да. Два папы, получается. Да, да. Вот именно так. И такие, на самом деле, семьи тоже имеют место быть. И часто такие образы, ну, типа там, мама, бабушка, ребенок. Или там, дедушка, ребенок. Они могут вызывать гораздо больше отклика у аудитории, чем, там, классическая семья двое детей и двое родителей. Родители один, родители два. Не могу не пошутить про эту историю. Смотри, допустим, я строитель. Как продвигать строительную тематику в одноклассниках? Смотря что строишь. Если строишь жилой комплекс какой-нибудь, или ты застройщик, то приходить и продавать в одноклассниках. Мы шутили с коллегами из ВК, что в ВК отлично заходит история с ипотекой, а в одноклассниках просто заходит продажа квартиры. Потому что часто люди приходят и просто отстегивают практически налом всю стоимость квартиры. Ты хочешь сказать, что у людей в одноклассниках денег больше? Те, кто готов купить, у них, как правило, уже есть больше сбережений. Ну, то есть, когда приходит человек покупать квартиру лет 40, там, не знаю, 50, у него, как правило, есть деньги. Ну, это такая не ситуация вообще. Ну, вот были такие истории, когда мы сравнивали у застройщиков, когда они запускали рекламу и в ВК, и в одноклассниках. Они говорили, да, из ВК приходят те, кто покупают по ипотеке, а вот из одноклассников пришла парочка, которые просто заплатили. Вот, это очень интересно. Ну, это не вообще, это не всегда так будет. Вот, если ты продаешь загородную недвижимость, то это очень круто заходит. У нас есть компания, которая занимается срубами, ну, то есть, они, типа, продают готовые дома. И там я случайно их нашел, на самом деле. И там, типа, 200 тысяч просмотров по 100, 800 комментариев. И там народ, типа, о, сколько стоит, о, как вы делаете. И они показывают полный процесс. Опять же, если говорить про контент, там фотки не супер лакши, они просто снимают на фотик и показывают, как это выглядит. И там табун людей, которые этим интересуются и пытаются выбрать. То есть, одноклассники вот для такой недвижимости очень круто заходят. Если говорить про премиум недвижимость, то она тоже, кстати, работает. У нас есть кейс с ребятами, нашими коллегами из MyTarget, которые продали жилой комплекс в Москве премиум класс. В Москве, по-моему, если мне изменяет память. Если, возможно, я ошибаюсь, это был Краснодар. В общем, премиум тоже заходит. И это довольно крутая тема. Что касается стройки еще, ну, то есть, опять же, выполнение каких-то работ, ремонт, оно тоже круто заходит. Хорошо. А как туристическому бренду создавать контент, который вовлекает в одноклассников? Слушай, ну, туризм вообще очень круто взлетает в оках. Мы вот посмотрели... Мы пишемся в июле. Не знаю, просто когда выйдет материал. Но вот, типа, в мае было мало, июнь мы видим такой прям рост. Июля сейчас просто бомбит по именно направлению туризма. Очень много внутреннего туризма, и это супер заходит. Какой контент должен быть? Ну, опять же, вот я сделал пример этого гостевого дома из... откуда-то из-под Барнаула на Алтае. И там, ну, покажите... Стоит показать реально то, что вы предлагаете. И опять же, попытаться ответить на воли пользователей. Если вы предлагаете какой-то семейный отдых, расскажите, чем будут заниматься дети. Какие там есть активности, как от них можно отдохнуть родителям, условно говоря. Если вы продаете какую-то романтическую историю, предложите какие-то... Ну, завлеките. Потому что, опять же, находил очень много всяких ресторанов, гостиниц, которые просто выкладывают красивые фотографии. Вот смотрите, у нас тут красивый обед на берегу Черного моря. Приезжайте к нам. Но в одноклассниках это не очень заходит. Нужно, типа, продать. И продать не просто через услуги, через какую ценность получит пользователь. Не знаю, приезжайте к нам на Алтай, увидите горы, звезды, и это будет все круто. И вот столько это стоит. Не переживайте, детей тоже можно взять. Или, там, приезжайте к нам на Черное море, и вот, там, 500 метров до пляжа, и у нас будет, там, не знаю, завтрак у вас включен. То есть вот через это можно продавать. Но был, кстати, один очень прикольный кейс. Мы его нашли в прошлом году. Там гостевой дом на берегу Черного моря. Гостевой дом Светланы, как сейчас помню. Они, значит, продвинули свой гостевой дом. У них были какие-то супер-скидки. Ну, я не знаю, чем они руководствовались. Но, в общем, там стоило сильно дешевле. И они запустили рекламу в Одноклассниках через наш рекламный кабинет. И там сетяр был бешеный. Ну, то есть, типа, 13 или 15 процентов. То есть, каждый пятнадцатый из сотни кликнул посмотреть. И мы начали связываться с этим предпринимателем. Спрашивают, что, как? Сколько там миллионов вы уже получили от Одноклассников? На что она сказала, ничего не получила, ноль заказов, все плохо, ненавижу вас, горите в аду. Мы начали разбираться, почему так произошло. И этот замечательный предприниматель из туризма, она решила, что ей проще всего общаться с клиентами через WhatsApp. Вот все остальное она не хочет, а ей удобно через WhatsApp. А люди в Оках, они такие, что им очень нравится общаться внутри соцсети. Они часто пишут комментарии, какие-то вопросы, прежде чем сделать покупку и перейти в личку. То есть, для них важно общение и важно видеть, что есть какие-то комментарии, что люди как-то вовлекаются. И если какая-нибудь пользовательница из одного города доверилась этому бренду, то и я могу, скорее всего, доверить. То есть, там есть такая история доверия внутри Оков. И она закрыла комментарии, она закрыла личку, и единственное, что можно было сделать, это перейти через сократитель, какое-то вообще непонятное. И там откроется где-то через 5 ретиректов WhatsApp. И, конечно, там ноль человек. Ну, то есть, они видят цены, классно, все круто, но, блин, я не понимаю, как связаться. И не могу связаться, так как мне удобно. Поэтому вот у туризма, кстати, это очень часто бывает, что они такие, типа, я вот хочу только вот так, и связывайтесь со мной только вот так. Ну, это не работает. Нужно быть готовым общаться в Одноклассниках, а не в WhatsApp. Везде. Нужно вообще общаться везде, в WhatsApp, в Viber, в Одноклассниках, в ВКонтакте, в Фейсбуке, там, не знаю, в Телеграме. Ну, вот, если ты занимаешься бизнесом, ну, будь добр. Скажи, работает ли в... Кстати, вот один вопрос, который меня волнует. Как правильно сокращать Одноклассники? Ок. 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 То есть... В ВОКах. ВОКах, да. Потому что я слышал, ты говоришь, что ВОКах это, типа, так можно говорить. Ну, как ВК, ВКонтакте, ФБ, Фейсбук, Одноклассники ВОК. Хорошо. Работает ли в ОКах сетевой маркетинг? Да, но мы не весь пускаем. То есть, там сетевой маркетинг — это обычный или маркетинг? Как правильно? Черт. Вот сейчас будет очень... Я думаю, что канонический вариант очень... Говорит, что маркетинг. Ну, в общем, если мы говорим про сетевой M, пропускаем сейчас только Reflame, ну, то есть косметику. И то, если ты только продаешь эту косметику, но не приглашаешь на работу. Мы это закрыли, ну, потому что мы столкнулись с таким количеством всякого Г, вот, что, ну, просто разбираться в этом нет никаких ресурсов. Поэтому, скорее всего, там, для сетевого маркетинга Одноклассники закрыты. Ну, так, in general. Мы с тобой говорили уже про загородную недвижимость. Как настраивать воронку и какую воронку лучше использовать применительно к загородной недвижимости? Хороший вопрос. Ну, во-первых, нужно понять, кто ее может купить. Потому что и в таргете, и у нас там в рекламном кабинете можно отсеять пользователей по уровню дохода. Ну, то есть попытаться, там, взять тех, у кого есть средний доход и выше, попытаться понять по интересам, опять же. У нас очень классно собираются интересы. Их у нас больше двухсот. И они, правда, ну, будем честными, бомбически работают. Мы их постоянно тюним. Ну, мы это, там, Одноклассники, коллеги из MyTarget. И они прям хорошо работают очень часто. Поэтому стоит попытаться старгетироваться на тех, кому интересна какая-то загородная недвижимость. Там прям есть такой пункт. Дальше, в общем-то, через ретаргетинг пытаться добивать их. И здесь я бы, конечно, советовал работать не на... Очень многие, кстати, кто продает загородную недвижимость, они как-то конвертят пользователей на сайт. Ну, там, возможно, в этом есть смысл. Но я бы еще рекомендовал попробовать конвертить пользователей в подписчиков группы. Ну, как правило, у людей есть какая-то мечта купить загородный дом. Сейчас, я не знаю, в Москве, мне кажется, очень много людей, которые немножко за 30, и они немного устали от города и думают о том, что, блин, хочу купить дом где-нибудь в лесу и подальше, чтобы он был. Вот, поэтому можно их конвертить именно в группу, чтобы они там поварились, посмотрели, подумали. Ты не сразу там принимаешь решение о том, что ты купишь этот дом. Очень многие почему-то об этом забывают и ведут на сайт. И там, безусловно, может случиться моментальная покупка, и, безусловно, там будет ретаргетинг. Но именно ваш актив, который вы собираете в группе на классниках, вы его сможете в долгую конвертировать лучше. Я бы так советовал. Плюс непосредственно в группе можно навертеть много всяких, типа, рассылки подключить, подключить чат-бота, регулярно пользователей пушить, предоставлять им скидки и, в конце концов, его добить до этой покупки, до этого результата. Слушай, какие типы товаров можно продать в одноклассниках? Какие лучше не стоят, потому что не получится? Слушай, ну, мне кажется, что все. Можно попытаться продать. Кроме сетевого маркетинга? Кроме сетевого маркетинга, да. Ну, я не знаю, если честно, какой-то такой опыт, который прям вот взял и провалился, ну, не знаю, до премиума даже мы продаем. У нас была несколько лет назад компания, которая продавала такие дорогие чехлы на телефоны, типа, со стразами, алмазами. Две продажи из одноклассников было. Там чехол, типа, 1300 стоил. Вот. И, ну да, вот. И они сделали пару продаж. Одну или две, к сожалению, уже не помню. Ну, я помню, что, типа, одноклассники сделали это. Ну, и премиум можно легко продавать. Такой любопытный момент, потому что очень многие считают, что одноклассники — это вообще не про премиум. Но нам каждый месяц Mediascope, наш главный измеритель, присылает отчеты о том, какая аудитория где, в каких регионах. И, например, в Питере — это там родина в Контакте. Понятно, что там все пользуются НКшечкой. Но что любопытно, я, честно, был немножко в шоке, что, оказывается, там есть аудитория одноклассников. И это в основном, в основном, женщины 40-50 с доходом очень высокий, и там, типа, премиум, у которых есть свой бизнес или госслужба. Это Питер, например, в одноклассниках. Поэтому, да, там ВК — это крупная тусовка, огромное количество людей. Ну, вот, например, в Питере можно зацепить премиум. Но женщины, у которых есть деньги... Да, да, и они покупают, кстати, хорошо, да. Скажи, например, допустим, опять-таки, у меня автосервис. Как мне продвигать мой автосервис в одноклассниках? Показывать, чего ты делаешь. Вот прям, что и как ты делаешь в своем автосервисе. И показывать красивые тачки, которые... Я видел пару таких групп, которые, типа, бэхо, и там она уезжает в закат, и автосервис, там, улица Ленина, дом 150B, въезд в арку. Не, вообще так не работает. Прям показывать, что ты делаешь. У нас есть классный кейс, мы его выпустим буквально на днях. Там чиптюнинг из... О, боже, я не помню, какого города. В общем, какой-то чиптюнинг, и они очень классно сработали в ВОКах. Они зарегали страничку и набрали 400 подписчиков за рекламу и потратили, в общем-то, не очень много денег. Я уже не помню, какие там цифры, но, типа, в районе... Они потратили на рекламу тысяч 10, а в итоге сконвертили через одноклассники на продажи тысяч на 60. Или, там, на 70 рублей. Это классный результат. И у них очень много людей, кто приходит к ним и подписывается на страницу. Но они выкладывают очень интересный контент, где рассказывают, что делают. Типа, вот, смотрите, такая проблема, вот, что мы сделали. И там мужики, которых тоже очень много в одноклассниках, такого возраста типа 40+, которые готовы в этом поковыряться, им что-то интересно узнавать, они очень много подписались. И в итоге, когда у них там созрела необходимость, они про них вспомнили и им написали. Вот, поэтому здесь я опять же советовал бы прокачивать свою страницу и конвертить пользователей на страницу. Но конверт сидят через образовательный контент. Не писать, какие вы там замечательные, офигительные, и выкладывать фотки, которые вы нашли на фотостоке, а типа выкладывать, что вы делаете. Да, это может быть там, типа, грязные... Ну, там, если посмотреть, фотки из автосервиса. Там какой-то автомобиль раскурочен, они что-то подняли, и все. И вот конверсия есть, подписчики есть. Допустим, я решил закрыть свой автосервис. Понял, что это очень сложно. И сделать кондитерское производство. Как в регионе, например, где-нибудь. Как продвигать вот эту историю? Кондитерку... Да можно. Ну, во-первых, геотаргетинг. Ну, если у вас там город покрупнее. Можно поставить, собрать тех, кто живет в районе и... А в маленьких городах? Ну, маленький город. Тебе нужно, в общем-то, весь город окучивать. Вот. А здесь, ну, на мой взгляд, есть определенное недоверие у пользователей. Ну, то есть здесь надо смотреть, какая у вас кондитерка. Вот есть там премиум, где эклерчик стоит там 700 рублей, он посыпан. Не, у меня не премиум. У меня просто... Он чем-то посыпан. Типа нормально. Чем-то посыпан. Чем нашли и посыпали, да. Вот, нормально. Ну, здесь продавать к праздникам, предлагать скидки. Ну, потому что, как правило, если пользователь что-то попробовал, им понравилось, он будет, по-моему, тебя, во-первых, рекомендовать своим друзьям и возвращаться. И здесь я бы предлагал пользователю именно затаскивать через попробуй скидка, зайди с доставкой. Сейчас, кстати, это тоже очень классно. Вот. Что еще с кондитеркой? Ну, я бы, в общем, советовал выкладывать, опять же, не супер зафотошопленные торты или там эклеры, а показывать это более-менее, как это реально выглядит, чтобы там у пользователя, когда он свайпает ленту новостей, ну, то есть надо понимать, что когда юзер что-то свайпает, у вас, как у бизнеса, есть две секунды, чтобы зацепить его внимание, чтобы он остановился. Поэтому, если там будет какой-то там торт, который будет казаться стоит 5 тысяч, там супер классный, а реально его стоимость тысяча, он промотает и подумает, блин, это очень дорого, ну, типа я не готов столько денег спускать. Поэтому нужно ценник и контент как-то соотносить, чтобы люди как-то интересовались этим и останавливались. Ты сказал про доставку, а как продвигать доставку в Одноклассник? Ну, в общем-то, ровно так же. Я честно могу сказать, что доставка до всей этой истории с коронавирусом прям очень плохо работала в Одноклассниках, честно. Сейчас стало сильно лучше, ну, потому что очень многие прокачались, поняли, что это круто и начали ее использовать. То есть как-то вот оно пошло, особенно в регионах, люди поняли ценности этого всего. Доставку я бы предлагал, на самом деле, продавать через конкретные кейсы. Ну, там, типа, очень часто, смотри, не бытовое каждодневное, ну, я бы попробовал, не бытовое каждодневное использование, хотя, конечно, это классно, но попытаться намайнить себе аудиторию через какие-то поводы, типа день рождения, гости или еще что-то. Потому что очень многие, когда ты ждешь гостей, блин, надо готовить кучу всего и вот продавать через это. Закажи, через полчаса доставим, не надо ничего мучиться, будет все суперклассно. И, конечно, выкладывать кучу отзывов. Я бы вот попробовал через это, а потом их, там, не знаю, через ретаргетинг, через подписку, конвертить в каждодневные истории. Вот, ну, мне кажется, что в ОКОх это будет лучше работать. Хорошо, вопрос такой, как продвигать бьюти-сферу в одноклассниках и реально ли это вообще? Да, очень много, очень много мастеров, которые делают маникюр, ноготочки, что там еще, бровки, ну, в общем, вот это все. Оно работает примерно так же, нужно много выкладывать именно работ. Вот, вот, ты, наверное, встречал когда-нибудь эти аккаунты в каждой соцсети, где вот куча таких фотографий с ручками. Вот, и, ну, это работает. Это работает? Да, ну, нам с тобой, вот, с какой-то такой мужской стороны, типа, там, ты залезаешь аккаунт, там, типа, три сотни фотографий, они все вот такие, и кажется, что все одинаковые. Но женщинам это правда важно, они видят и покупают, это, о, классно, хочу такое. Нужно показывать свою фантазию и продавать через это. Один из трехсот вот таких вот срабатывает. Да, да, оно сработает. Вот, ну, подписки, опять же, что еще могу сказать? Мы в сентябре, ну, где-то в октябре в прошлом году начали запускать эту историю. У нас запустились бизнес-профили. То есть есть, ну, так, чтобы было понятно на аналогиях, например, в ВК нельзя вести бизнес с личной страницей. Ты должен обязательно завести сообщество. В Фейсбуке тоже. Если ты ведешь какой-то бизнес, тебе нужно завести страницу. Мы пошли по такому простому, простой истории. Мы дали возможность вести бизнес с своей личной страницей. То есть если ты мастер, ну, там, не знаю, маникюр, работаешь на себя, это не важно, это может быть кондитер, когда ты делаешь торты, ты делаешь какие-то там поделки, и вообще не важно, чем ты занимаешься, ты можешь вести бизнес прямо со своей страницы. Не надо для этого заводить группу отдельную, там, ее вести. Как правило, тем, кто занимается, тем, кто самозанятой, у них не очень много времени на это все, и мы облегчили им путь. Вот ты просто заводишь страницу и начинаешь, там, или у тебя есть страница, и ты просто начинаешь там выкладывать свой бизнес. Вот через это можно классно продавать именно со своей страницы. Не надо что-то отдельное вести. Это будет тоже очень-очень круто работать. У нас там сотни, если не тысячи таких мастеров. Ты говорил про то, что, в принципе, группы помогают продавать и монетизировать пользователей. Расскажи о том, как органически продвигать эти группы. Что касается групп, то здесь есть несколько лайфхаков. Во-первых, нужно помнить, что многие это забывают. В одноклассниках класс, ну, то есть лайк наш, он называется классом, это одновременно репост. То есть, когда ты что-то классишь, какой-то материал, он появляется у тебя на странице в профиле. И это на самом деле круто работает, потому что очень многие пользователи ходят друг к другу на странице в гости и смотрят, что там происходит, чего пользователь поклассил и как-то пырит, повесит контент. Поэтому это дополнительный источник трафика. Второе, как я уже сказал, умная лента поднимает контент, который классно вирусится. И поскольку видео, ну, если смотреть по разрезу, сколько постов видео в день во всех соцсетях, одноклассники — это там, типа, самые популярные. Поэтому мы видеоконтент очень круто шерим именно через умную ленту. Можно запускать и гифки какие-то, если не хватает на видос, можно запустить гифку. И это тоже будет очень классно вируситься. И это тоже будет давать дополнительные виральные охваты. Что касается подписки, ну, здесь реклама, либо вот такой бесплатный виральный. Насчет, то есть каждый раз, когда я лайкаю, нажимаю «класс», все видят это. В связи с чем вопрос, планируют ли одноклассники уйти в какую-то большую приватность, то есть чтобы не все мои действия были видны, либо, например, чтобы не было возможности смотреть тех, кто был в профиле, или что лайкал мы вдруг? Ну, на самом деле скажу так. Мы делали эксперименты продуктовые, где части пользователей пытались оторвать какие-то фичи. Ну, там эти самые известные оценки 5+, на аватарку. Вот, значит, там классы как-то меняли, и выдачу ранжирования, и так далее. И мы увидели, что реально метрики падают, и люди в одноклассниках, они привыкли к этому. Им наоборот по кайфу, что они могут, тут такая прозрачность и открытость, они могут зайти к кому угодно, и что-то посмотреть. Поэтому это работает именно в ОКах, и менять в ближайшее время таких планов нет. Мы постоянно, конечно, тестируем разные гипотезы, но вот опыт показывает, что пользователь мог, все нормально. Есть ли в одноклассниках какие-то свои лидеры мнений, о чем они пишут и какая у них аудитория? У нас, правда, есть куча своих блогеров, которые пилят контент, выкладывают различные видосы, и их там смотрит просто невероятное количество людей. Ну, там самый известный пример — это «Вокруг светы». Есть такая блогер, которая, в общем, выкладывает какие-то истории про путешествия и собирает просто невероятное количество просмотров. Поэтому лидеры мнений есть. Более того, у нас есть очень классные интеграции с брендами и компаниями, которые приходили к этим блогерам и делали нативные интеграции, и они тоже очень классно заходили. Поэтому лидеров мне немного, нужно найти только того, кто будет тебе интересен. Одномоментно. На кого ты посоветуешь подписаться в Одноклассниках? Подписывайтесь на меня. Ссылочка будет, видимо. Ну, я бы посоветовал, правда, «Вокруг света». Мне кажется, это очень классный блог про путешествия. Причем путешествие очень круто заходит в Одноклассниках, потому что, ну, будем честными, там были кучи исследований, где только 10% жителей России могут или вообще имеют возможность куда-то выехать за границу. Поэтому они с удовольствием что-то смотрят извне. Почему «Орел и решка» такой суперпопулярный проект, и его очень много людей смотрят? Просто потому что ты не можешь куда-то поехать. И вот все эти производные, в том числе в Одноклассниках, очень круто работают, потому что люди очень часто развивают какие-то свои мифы. И, ну, надо понимать, что есть определенная предубежденность многих относительно какой-то за границей. Очень классно, что люди, когда смотрят такой контент, они прям взбивают свои мифы. И там надо понимать, что там немножко другой контент, ну, не типа «Орла и решки», а более бытовой. И это можно использовать как реальный лайфхак, куда поехать, что там сделать, куда походить, что посмотреть. Вот, я бы предложил подписаться. Мне нравится. Обязательно. Скажи, имеет ли смысл использовать Одноклассники, например, как площадку для того, чтобы вести людей в Инстаграм, а не на сайт? Ну, вообще, это очень отвратительная идея вести с одной соцсетки на другую соцсетку. Ну, то есть, вот по этой воронке там отвалится довольно много людей, потому что не факт, что у них есть аккаунт, а даже если есть аккаунт, не факт, что там этот аккаунт именно для этого. Мой любимый пример, ну, вот, если посмотреть сейчас, ну, там, несколько лет назад, лет пять назад, ты где сидишь? Я в Одноклассниках, а я вот ВКонтакте, а я в Фейсбуке. И люди как-то вот тусовались в каких-то своих соцсеточках. Сейчас это все вообще пропало. Люди сейчас сидят абсолютно везде, во всех соцсетях. У них есть аккаунт абсолютно везде. То же самое происходит и с людьми там 40+, и даже 50+. Люди регают аккаунты везде. Ну, там, условная женщина из Пензы, 40 лет, что она делает, например, в Инстаграме. У нее есть ребенок, ей нужно смотреть, что делает ребенок в Инстаграме. Она подписана и там наверняка подписана еще на какую-нибудь звезду, типа Филиппа Киркорова, чтобы подсматривать, что она там выкладывает для своих детей. Но при этом она четко понимает, что ей Инста нужна за ребенком и за Киркоровым. И что-то покупать там она не готова. Ну, потому что у нее паттерн потребления абсолютно другой. Ожидания от этой соцсети совершенно другие. Безусловно, если вы запустите рекламу в Инстаграме и там задолбаете ее просмотрами, она что-то купит. Но при этом у нее есть аккаунт в Одноклассниках, где она тусит своими подружками, своими там друзьями и родственниками обсуждает. И у нее большее доверие к этой соцсети. И она там купит что-то намного быстрее и с меньшими вложениями в рекламу. Поэтому нужно понимать, когда вы выбираете какую-то соцсеть и когда вы слышите эти рейтинги, что там типа есть везде любые возрастные категории, а где они быстрее купят, где стоимость льда будет дешевле. Вот, поэтому здесь к этому вопрос. А нужно ли ввести? Ну, вот опять же, ну, да, приведете, но купит ли там человек что-то? Потому что ему удобнее покупать совсем в другом месте. Кстати, насчет стоимости. Правда ли, что реклама в Одноклассниках дороже, чем ВКонтакте? Скорее наоборот, мне кажется. Реклама в Одноклассниках дешевле, чем ВКонтакте. Причем так прилично. Нет, это неправда. Ну, мы сравнивались, если взять там средний СПМ, по России у нас может быть 30-40 рублей, но это в среднем по больнице. Москва, конечно, и Питер будет дороже. А СНГ у нас вообще, можно, мне кажется, откататься за 15 рублей. СНГ? Да. Это Азия в основном, да? Нет, не обязательно Беларусь, Болтова, например, Латвия, Литва, Эстония. У нас очень много пользователей из СНГ. Более того, у нас очень много пользователей и из дальнего зарубежья. Это люди, которые когда-то уехали туда. И вот мы думали, зачем им там аккаунты в Одноклассниках. Но через Одноклассники они держат такую связь с Родиной, со всеми теми, кто остался тут. И очень популярная история, что тем, кому нужны русские, где-нибудь там Германия, Турция, Великобритания, Америки, ну, их там довольно сложно собрать в Фейсбуке, а очень легко собрать в Одноклассниках. Какие товары им пытаются продать бизнес? Да, прям очень много. В Израиле, например, то, что я встречал, продают очень часто медицинские услуги. Потому что если ты репатриант, туда уехал, живешь в Израиле, очень часто для многих встает острый вопрос именно медицины в этой стране, потому что она очень дорогая. Плюс там все на иврите, нифига не понятно, нужен переводчик, если у тебя особенно не очень хороший иврит, а там много таких наших. И очень часто заходит, что мы там поможем, вам что-то перевезем или приходите в русскую клинику. Опять же, там, не за туры куда-нибудь, люди там живут в Германии, и они хотят куда-то поехать. Им прикольнее поехать с русскоговорящим гидом, чем с немецкоговорящим. То есть такая психология. Это классно заходит. Ну и еще могу сказать, что СНГ, конечно же, это Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Молдову у нас вообще классно рвет. По показателям именно по рекламе там очень много пользователей-одноклассников. У нас в Молдове... Молдове, Молдове и Молдове... Молдове, буду говорить так. Здесь, наверное, пишут, правильно это или нет. В Молдове у нас, ну, типа, из трех миллионов человек, миллион семьсот, что ли, зарегистрированы в одноклассники, каждый месяц заходят в ОКИ. Ну, это прям, типа, половина жителей всей страны. Если мы берем вообще всех, и стариков, и детей, вот половина сидит в ОКОХ. Поэтому... Удивительно. Ну, то есть, классно, очень круто. К сожалению, там, вот, история с Украиной... Ну, тут все российские соцсети немножко подупали. Но надо сказать, что у нас есть аудитория до сих пор из Украины, которая сидит и захочет из ВПН, и потребляет контент. Точно так же был недавно на... До всей этой истории с самоизоляцией коронавирусом я был в Беларуси, в Минске и Бресте. И там тоже очень много пользователей, которые заходят в Одноклассники. И самое популярное место — это Минск. То есть, там, крупные комьюнити беларусов в Одноклассниках есть. Скажи, какие твои любимые группы, сообщества в Одноклассниках? Ух, ну, мне очень нравятся всякие истории про то, как люди продают что-то, вот, что они сделали сами. Это какие-то поделки, либо вот какие-то срубы, либо... Ну, правда, я вот из тех, кому слегка за 30, и тот, кто хочет уехать из Москвы куда-нибудь поближе к лесу, к природе, я тоже думаю, блин, когда-нибудь я накаплю деньги, куплю себе вот этот классный дом. Куплю себе сруб и буду делать скворечники. Да. И выкладывать водоклассники. Это моя старость, да. Но без огорода, без грядок. Почему без огорода? Это ужасно. У меня бабушка очень сильно увлекалась в детстве огородом. Я ненавидел капли. Я ненавидел все, что там нужно культивировать. Только газон и только деревья. Сосновый бор желательно. Скажи, как органически продвигать группы? Ну, все равно первый буст нужно все равно получить через рекламу. У нас есть алгоритмы и ленты, которые советуют новые группы, в общем-то, пользователям. Это определяется по геолокации, это определяется по интересам. Но для этого нужно, конечно, группу сначала полностью заполнить, то есть ответственно подойти, заполнить там аватар, сделать кучу постов. Ну, так, чтобы это было, типа, не два поста, и вы ожидаете уже миллион человек. Вложиться в наполнение группы, и тогда мы на уровне алгоритмов такие группы находим и начинаем туда немножечко заливать контент, заливать аудиторию, прости, и добавлять подписчиков, ну, пытаться, чтобы они подписались. Вот, и смотрим, как это работает. Но, опять же, хороший буст — это реклама. Можно, не знаю, вложить 500 рублей и получить уже какое-то количество подписчиков, которые будут дальше вирусить, с ними работать, и они будут добавлять, не знаю, друзей. За счет активности этих подписчиков умной ленты будут понимать, что, ого, тут движуха, тут что-то интересное, дай-ка я еще сюда налью людей. Вот. Шутеечки можно постить, реально. Тот же пример, который я сегодня вспоминал — это эти двери из Краснодара, они периодически выкладывают какие-то шуточки про двери, и там тоже какое-то количество классов. Я не помню, но там был какой-то мемаз, и я так подумал, ого, это довольно крипово уволен. Шуточка про двери? Я очень хочу, чтобы сейчас что-нибудь, типа, пошутил бы про дверь как-нибудь, потому что я не представляю, как можно это сделать. Ну, как-то можно шутить про это, это очень интересно. На самом деле, очень многие бренды тоже крупные используют, там, не знаю, «Льдорадо», они постят какие-то посты про технику, про магазины, про акции, и периодически у них там какая-нибудь история, какой-нибудь мемасик. Там, я точно помню мем, два котика, они такие, один с таким милым лицом, «Давай съездим сегодня в «Льдорадо» и купим что-нибудь, «А новый телефон мне купим, и новый телефон тебе купим». Ну, то есть, вот такая штука, она тоже милота, и котики работают везде, а в «Одноклассниках» вообще супер. Кому в «Одноклассниках» лучше, чем в любой другой сети? Уф, очень интересный вопрос. Кому? Ну, мне кажется, что в «Одноклассниках» очень комфортно тем, кто готов потреблять какой-то такой вот душевный, семейный контент про доброту и про жизнь. Ну, то есть, я сейчас не хочу говорить штампами, потому что меня потом это все обязательно припомнят, но история такая, что, ну, будем честными, Инстаграм, он такой про красивую жизнь. Там очень много создает образ, вот это все, а в «Локах» такого, на самом деле, сильно меньше. То есть, там ты вот на этом образе далеко не уедешь, и, наоборот, если ты будешь выкладывать какой-то там человеческий контент с обычным лицом, показывать, ребята, ну, я такой же, как вы, но просто я тут чему-то прокачался, и могу с этим поделиться, и вот у меня куча отзывов, вот смотрите фоточки, я там, типа, что у меня получилось. И ты, этот контент будет более востребован и более, более лучше работать. Вот, правда. Ну, мне кажется, что такая тема будет очень близка пользователям «Одноклассников», ну, потому что они это любят. Скажи, какие могут быть главные ошибки при настройке рекламы в «Одноклассниках»? Мне кажется, что эти ошибки универсальны для всех социальных сетей, плюс-минус. Во-первых, очень многие, особенно если мы говорим про малый и средний бизнес, я надеюсь, что он будет смотреть наше видео, они часто мыслят такими категориями, ну, типа, мы размещали рекламу в газете раньше или на радио, и они приходят в соцсети, тыкают точку на весь город и фигачат. Вот, и, конечно, там конверсия очень маленькая, CTR небольшой, и очень многие малый и средний бизнес не понимают, что нужно сегментировать аудиторию и пытаться, там, какими-то образами, инструментами, ретаргетиками, интересами, другими настройками возраста пола пытаться сужать эту аудиторию до мякотки и бить именно в нее, и плюс еще ее расщеплять и делать для каждой аудитории креативы. Это в целом, ну, то есть, если там смотрят таргетологи, то они все прекрасно знают, но, казалось бы, очень многие SMB-шники про это почему-то забывают. Поэтому есть шикарный пример, где чуваки пришли, значит, из Жевска, и они, у них бизнес копания колодцев. Ну, вот, частный сектор, иногда нет воды, нужно колодец выкопать. И они, ну, мы с ними начали общаться, такие, ну, вот мы размещали рекламу на радио. Они тыкнули в Жевск, там, типа, 700 тысяч человек, что-то такое, и фигачат копание колодцев. И, конечно же, там они спустили все свои несчастные 2000 рублей, ничего не получили, очень расстроились. Когда мы, ну, начали с ними как-то делать кейс, говорить, мы, ребят, возьмите там, вы знаете, где точно плохо с водой, и где есть частный сектор, да. Поставьте там точки по полтора километра, сделайте аудиторию не только мужиков, но и женщин, потому что женщины часто сталкиваются с водой, они будут капать на мозг своим мужчинам. И у них случилось несколько продаж. То есть вот главная ошибка – это сужение, не сужение аудитории, и то, что все пытаются охватить сразу всех, а так не работает. Что еще могу сказать? Ну, контент, который люди просто копируют из других соцсетей или делают это вообще не думая. Ну, вот, к сожалению, так. Очень много мне попадается до сих пор. Знаешь, как вот человек сделал макет в типографии на то, чтобы наклеить на стол вот такую какую-то листовку. Они ее же фигачат в соцсети. Ну, просто картинка, и все. И не кликабельно там нет ничего. Это тоже огромная ошибка. Огромная ошибка в том, что люди не учитывают особенности соцсетей. Опять же, в текстах. Не знаю, вот на классиках можно поздороваться и написать «да». Вот это может работать. Типа, здравствуйте, добрый день. У нас есть для вас такое предложение, которое поможет прямо сейчас вам. Вот в оках это может работать. Потому что здесь, опять же, то, о чем я говорю всю нашу встречу, что в друзьях именно у пользователей какие-то близкие люди, они очень часто пишут там, типа, добрый день, hello и так далее. И вот эта вежливость должна быть и часто и у бизнеса. Вот это тоже ошибка. Что еще можно посоветовать? Выкинуть фотографии, которые вы там сняли, где-нибудь с каким-нибудь суперпрофессиональным фотографом или скачали из интернета. То есть у плохих фотографов есть шанс? Да, есть шанс в Одноклассниках. Блин, я, наверное, пойду делать фотографии. Я нашел, как сказать, нишу, где я буду работать, буду делать плохие фотографии для Одноклассников. На самом деле, то есть многие считают, что в Одноклассниках заходит трэш-контент. Типа, вот нашел какую-нибудь трэшатину, давай туда. Нет, это не будет работать. Ну, то есть, во-первых, люди смотрят разный контент. И здесь, я опять же говорю, это не должен быть трэш-контент. Это должен быть контент, которому у пользователей будет доверие. Он может быть снят плохо, он может быть снят хорошо, но главное, чтобы это вызывало какие-то эмоции. Вот эмоциональность — это, пожалуй, самое важное. Очень многие бизнесы и вообще там бренды крупные, они забывают про эмоции. У них главное типа KPI продажи, KPI продажи. И вот ты заходишь в какую-нибудь группу или страницу какого-нибудь крупного бренда, и там просто вот мы тебе что-то втюхиваем. Такое, ну, это может работать где-то там еще, но в одноклассниках оно не будет работать. Главная ошибка — нужно больше оперировать к эмоциональности. Нужно больше ее добиваться от пользователей, потому что эмоции вызывают отклик. Отклик — это классы, комментарии, бесплатный охват и то, что поехало. У тебя куча бесплатных подписчиков. Эмоции самое важное. Эмоции можно добиваться через мемы, через стори-теллинг, через классные картинки, через какую-то проблематику, которую вы решаете. Не забывать при эмоции — это самое важное. А в чем главная суть твоей работы в одноклассниках? Я развиваю рекламный кабинет наш нативный и помогаю малым и средним бизнесам приходить к нам, отбордиться, чтобы они чувствовали себя более-менее хорошо. То есть они приходят, говорят, у меня есть 500 рублей или полторы тысячи? Они часто приходят и говорят, у нас там типа 500 рублей, нам что-то нужно сделать. Мы начинаем доки, и сейчас мы на 500 рублей что-нибудь сделаем с вами. И постепенно у них расходы, доля расходов на одноклассники начинает расти, потому что они понимают, оказывается, тут работает. И начинают вкладывать больше и больше, и начинают с этим работать. У нас, опять же, если мы говорим про Оки, про наш продукт, в отличие от МайТаргета, у нас именно он рассчитан на малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес. Мы делали кучу продуктовых исследований, опросов, фокус-групп, пытались выяснить, что там в голове. У типичного SMB-шника, и, как правило, они вообще ничего не понимают в рекламе. И мы и строим продукт, и вообще ничего не понимают в том, как вести свой бизнес в интернете, потому что они классно понимают в своем деле. Но, как правило, они не знают, куда зайти, как зайти в соцсетку, или как сделать так, чтобы у тебя было больше продаж. Это часто по наитию, и мы пытаемся выстроить наш интерфейс, наши алгоритмы таким образом, что вот человек пришел, и как-то мы ему обняли, сказали, ну, давай, дорогой, сейчас все будет хорошо, мы тебе поможем. И делаем так, чтобы даже за небольшой, даже с теми фиговыми знаниями вообще о чем-либо, о таргетировании, о рекламе, о введении бизнеса в интернете, чтобы он получил максимум из этого. На это работает умная лента, все наши алгоритмы, таргетированная реклама, вообще все, что там, все сервисы, которые мы создаем внутри, они работают именно вот на, часто на малый и средний бизнес, на то, чтобы ему было хорошо. Слушай, а в Ирландии есть кто-нибудь в Однокласснике? Черт, наверное, есть. Где нет людей, сидящих в Однокласснике? О, слушай, мне кажется, там где нет русских. Ну, в Африке, наверное, все сильно плохо. Ну, у нас есть даже аудитория в Бразилии и в Чили. Неплохо. Ее, конечно, там не очень много, но она есть. Где есть русские, там есть люди, сидящие в Однокласснике? Да, люди, сидящие в Одноклассниках. Потому что когда ты уехал на чужбину, сердечко-то все равно ноет, оно все равно вспоминает про родину. А как там? Потому что у русских людей, оно чувство юмора свое. Ну, ты прекрасно понимаешь, что там, не знаю, у меня есть куча историй друзей, знакомых, которые ехали в Германию, они сходят с ума от чувства юмора немцев и то, что они не понимают русские шутки. Поэтому вот хочется туда куда-то к родине. Ностальгия. ВКонтакте не так давно запустил конкурента ТикТок, некоторый аналог клипа. Собирается ли что-то похожее сделать Одноклассники? Ну, скажем так, второй ТикТок мы запускать не будем. Таких планов пока нет. Но мы работаем с нашими текущими инструментами, которые у нас есть сейчас. У нас есть отличная история с прямыми эфирами, которые супер работают. И пользователи их смотрят. И выкладывают, собственно, свои видосы. У нас, на самом деле, видеоплатформа внутри Одноклассников, она очень классно раскачана. Туда люди сами заходят, очень много смотрят. И запускать какой-то субпродукт от этого пока не хочется. Скажем так, таких планов нет. Пока. Скажи три Телеграм-канала и три Ютуб-канала, на которые ты подписан и готов рекомендовать, наверное, другие. Телеграм-канал. Ну, Паша и его прокрастинация. Это канал Паши Федорова, очень крутого копирайтера. Очень люблю его читать. Что еще могу? Телеграм-канал «Ляг спиной», где они выкладывают всякие скидки на массажи. Потому что когда ты сидишь и в офисе, и тебе очень нужен массаж, поэтому не запускайте свои спины. Делайте массаж. И, наверное, третий. Ну, наверное, не зыгарь. Так, чтобы быть в курсе того, что там происходит вокруг. По Ютубу могу сказать, что очень нравится редакция. Я все детство кайфовал от «Намедни» и «Профессии репортер». Алексей Пиларов просто топчик. Могу посоветовать канал «Лонгплей». Там он появился буквально месяц назад и набрал сразу 100 тысяч подписчиков. Ребята рассказывают про историю музыки и делают это безумно интересно. И мой любимый канал, конечно, называется «Овощевоз». Там, где люди отгадывают песню за одну секунду. На самом деле «Овощевоз» — это такое сокращение от песни группы A-Soul Bass «All that you once». «All that you once». Да, и это очень рожачно, интересно. Я в свободное время люблю залипать. Я не сказал каких-то профессиональных суперканалов, потому что хочется больше отдыхать. Потому что ты и так достаточно профессионален, видимо, да? Ну да, будем считать, что и так достаточно профессионален. На самом деле, единственное, что я бы хотел посоветовать, потому что есть такая история, что есть, не знаю, у людей куча ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. И вот надо ли выходить еще в «Одноклассники»? Я бы посоветовал всем попробовать «Одноклассники», потому что почему-то про «Оки» все забывают, считают, что там сидят только бабушки, которые никто ничего не купит. Это абсолютный миф и очень дурацкий миф. И нужно, конечно, попытаться выйти и попробовать. И я уверен, что во многих случаях, если вы сделаете это грамотно и воспользуетесь теми советами, которые я сегодня давал, я уверен, что получится довольно здорово. Поэтому не стоит забывать про «Оки», и это должно быть просто бомбически. Если вы хотите продать что-нибудь в России, и у вас есть 500 рублей? Почему не только в России? Можно продать что-то и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Германии. Если вы хотите продать что-то русским людям, у вас есть 500 рублей, то идите в «Одноклассники», Не только русским, да, мы будем честны. Если вы хотите продать что-то и белорусам, и узбекам, и киргизам, и так далее, приходите в Одноклассники. Да, наверное, так. Спасибо. На самом деле, надо вообще не касаться, наверное.